МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инициатором и организатором поездки выступила минерально-химическая компания Еврохим. Это одна из ведущих корпораций мира, производящие азотные и фосфорные удобрения, продукты органического синтеза и железную руду. Еврохим с 2010 года реализует в Сар-Исусском районе Жамбалской области крупный инвизиционный проект по освоению местных месторождений фосфоритов. Теперь, когда добыча руды уже ведется полным ходом, компания планирует приступить к строительству крупного завода по производству широкой гаммы минеральных удобрений и серной кислоты. Поэтому организовала поездку в Литву группы из представителей исполнительной власти, маслехата, ветеранов труда, экологов, авторитетных аксакалов Сар-Исусского района на аналогичное предприятие компании Еврохим, действующее в этой прибалтийской республике, акционерное общество Лифоса. Основной продукт данного завода – фосфат диамония. Эти огромные горы, несколько напоминающие марсианский пейзаж, не что иное, как склад основной продукции этого завода – диамония фосфата. Диамония фосфат является концентрированным гранулировым удобрением, благодаря которому многие виды сельскохозяйственных растений дают высокую урожайность. Здесь может храниться до 80 тысяч тонн вот данной продукции. Это фосфорное удобрение, незаменимое при выращивании кукурузы и зерновых голосовых культур. Еврохим очень большое внимание на это уделяет, на охрану природы. И сейчас все наши выбросы соответствуют самые-самые хорошие примеры, мировые примеры. Казахстаном давнее сотрудничество, мы половину сырья получаем для серной кислоты как раз из Казахстана, КАЗ, ГАЗ, Шеврол – это такое большое крупное предприятие, и оттуда получаем серу, покупаем. Представители Казахстана увидели производство ИЦХ предприятий, где выпускают фосфат диамония, фосфат монокальца, экстрационную фосфорную кислоту, серную кислоту и электролит, втористый алюминий. Вот уже вот так выглядит готовая продукция, которая идет по всем странам мира. Еврохим поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Мы рады, что мы начинаем, начали уже этот проект в Казахстане, в Жанатасе. И в свою очередь еще хотелось бы добавить, что мы будем делать очень большие, мощные социальные программы, программы благотворительные, программы, связанные с улучшением региона, где находится, улучшением ситуации в регионе, где находятся наши предприятия. Это у нас общая программа такая для всех предприятий, и Казахстан не будет исключением, потому что очень много нужно будет сделать для того, чтобы людям хотелось в этом регионе не только работать, но и жить, чтобы было жить приятно, хорошо. И если люди будут довольны, то, собственно, это будет от этого всем лучше. Приоритеты или вопросы экологии и так далее? Безусловно, экологические вопросы являются самыми важными для нас. Любое свидание Совета директоров Еврохима начинается с обсуждения экологических вопросов. Вопросы природоохраны, вопросы соблюдения всех экологических норм, природоохранных, закона – это самое главное. Мы для этого, собственно, сюда и приехали, показать вам, как здесь, в Евросоюзе, на одном из наших предприятий, мы соблюдаем эти нормы. Вы сами могли убедиться в том, что чисто, красиво, ничем не воняет, люди все довольны. И, конечно, дай бог, чтобы нам удалось все это сделать в Еврохиме, а я уверен, в Еврохиме, в Казахстане, а я уверен, что удастся. И тогда, я думаю, мы сумеем этот баланс соблюсти, и природу не испортить, и деньги заработать, и производство, чтобы работало, и чтобы в регионе были деньги, и люди были довольны. Вот наша, собственно, основная задача. Участники казахстанской делегации воочию и на реальных примерах убедились как в эффективности производства процесса, так и в том, что вопросы экологической безопасности и защиты окружающей среды здесь являются одним из главных приоритетов. Нам были предоставлены цифры, нам было показано все оборудование. Действительно, можно сказать, этот завод действительно работает на улучшение экологической обстановки. В плане действительно установок очистного оборудования действительно никаких претензий. Хотелось бы, чтобы все это было использовано на вновь строящемся заводе, потому что никаких нареканий, как это все работает, это все новейшее, с таким подходом, и оно действительно эффективно. И хотелось бы это все видеть, данное очистное оборудование, все, что применилось при строительстве нового, и мы надеемся на это, что так и будет. Чистая прибыль акционерного общества «Липоса» за прошлый год составила 60 миллионов долларов США. Еще столько же компаний причислило в государственную казну Литовской Республики. Трудовой коллектив составляет порядка тысячи человек. Технологическое тепло, выделяющееся во время производства серной кислоты, используется для отопления жилых и административных объектов города Кидиняй. Экология, вопрос постоянный, экология. Во время реконструкции как раз обращаясь не только для мощностей, вопрос по мощностям, но и по выбросам серных соединений в атмосферу. Допустим, после прошлогоднего последней реконструкции выбросы в атмосферу снизились несколько раз. Это потому, что построен новый контактный аппарат, новая технология. Это самое последнее. По словам генерального директора ТО Еврахим Каратау Дмитрия Балышева, в Сарисусском районе будет построен более современный аналог такого завода. Вместимость склада порядка 80 тысяч тонн. Это сырье для производства удобрений. Такой же склад мы планируем построить на следующий год в городе Жанатас, на первой очереди, где мы будем выпускать на первой очереди такое же сырье, подобное, как мы видим вот здесь вот. Это марокканское сырье. Сюда марокканское сырье поступает морем. И с Африки, ну, здесь может быть и Марокко, и Африка, ЮАР. С ЮАР руда лежит. Мы на первом этапе будем производить точно такую же муку для нужд Еврахима в России. И в дальнейшем будем перерабатывать в муку, которая будет не в муку, а получать продукт декальций-фосфат, который будет по содержанию фосфора лучшей в мире. Вот с той стороны, сейчас вот мы не видим, там, значит, мурманская руда, Апатит, которая на сегодня имеет содержание порядка 37-38% по 2,5. Мы будем производить 42% по 2,5. Это на сегодня специалистами Лифоса оценивается как самое лучшее сырье для последующего производства удобрений. Что дает вот этот более высокий процент? Ну, первое, это экономическая часть. Мы находимся в центре Азии и очень много денег тратим на перевозку готовой продукции. И чем выше концентрация, чем выше переработка будет внутри Казахстана, тем больше экономический целесообразник как для Казахстана, как для налоговой части, так и для получения дохода области и так далее. То есть экономическая составляющая там первая. Иначе, если не производить переработку, то низкопотенциальное сырье перевозить просто невыгодно. Ни для Казахстана, ни для инвесторов. Поэтому в обязательном порядке переработку необходимо делать недалеко от руды, для того, чтобы продукты переработки уже вывозить и добавочная стоимость оставалась в Казахстане. Построить завод производственной мощностью не менее 1 миллиона тонн в год широкой гаммы минералев удобрений в Сырсузском районе Шамбылской области компания «Еврохим» намерена до 2018 года. В ходе поездки члены шамбылской делегации воочию убедились и на примерах увидели, что это предприятие действительно на сегодняшний день большое внимание уделяет вопросам защиты природы и экологической безопасности, защите труда, заботятся о своих работниках. Помогает городу и району, где находится. В 2018 году примерно такой же завод будет построен в Сырсузском районе Жамбылской области. И есть уверенность, что и новый завод будет также помогать уже Жамбылскому региону, как акционера Ож Салифоса помогает Кединяйскому краю. На этом сегодняшний выпуск программы грань инвестиционных проектов подошел к году. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.